Вот, очень рада вас видеть. Меня зовут Женя Тимонова, я автор и ведущая программы «Всё как у зверей», которая выходит на одноимённом YouTube-канале и на телеканале «Живая планета». И вот уже шестой год рассказывает про тайные, явные, очевидные и неочевидные связи и рифмы человека с остальными животными. Вот, бывает очень интересно. И я надеюсь, что сегодня у нас будет примерно так же, когда я, наконец, выпутаюсь, слажу со всеми проводками. Говорят, у нас есть ещё трансляция, так что можно лезть в кадр, задавать вопросы, вас будут показывать в камере, передавать привет знакомым. Вот, а мы тем временем перейдём к… Да, это кто знает проекцию «Как у зверей?» А кто знает проекцию «Как у зверей»? Так, хорошо. Баян на метр, значит, здесь настроен. Тот, конечно, узнал нашего тотемного ящера Сыра Моррисона, который здесь олицетворяет императора Нерона. И как бы ему приписывается эта такая, как оказалось, провокационная фраза, с чего начинается социум. Потому что, как мне… О, а социологи есть в зале? Социологи? Ну, не стесняйтесь, я хорошо отношусь, у меня есть друзья среди социологов, всё в порядке. Окей, хорошо. Значит, некому оценить возмутительное использование термина «социум», от которого социологи не то что открещиваются, а считают его маркером… Ну, просто… Ну, это фу, а не слово. Это как для миколога сказать «поганка». Если это не конкретно бледная поганка, это значит, что ты вообще ничего не понимаешь в грибах. Вот, и если ты используешь слово «социум», то ты, значит, ничего не понимаешь в социологии. Ну, а дело в том, что как только какой-то термин из-за каких-то смежных с эволюционной биологией дисциплин попадает на территорию эволюционной биологии, он начинает означать то, чем нуждается в данный момент эволюционная биология. А в последнее время один из трендов исследования – это как раз изучение социальности и высшей её формы – эосоциальности. И вот биологи социум нормально используют, и я тоже буду, и вам тоже всем. В общем, если хочется, используйте «Радь Бога». Вот, с чего начинается общество в его каком-то биологическом изводе? Общество – это прежде всего что? Какие у вас версии? Давайте, мы все пришли с мороза, и поэтому нам теперь нужно ввести себя в этот такой тёплый коллективный дискурс собственными версиями. У кого есть какое-нибудь определение общества, чтобы встать и сказать? Ну, социум и общество – это примерно, ну, это, собственно, синонимы, просто общество – это обычно такая правовая категория, а социум – это некий коллектив плотный, большой индивидуумов, обычно одного вида, ну, вообще по-разному бывает, объединённый следующими общими чертами и задачами. Во-первых, это территория, на которой они все находятся. Второе – это некая единая… Я не люблю слово «цели», биологи не любят слово «цели», это нехорошее слово, потому что у эволюции нет целей, всё происходит, потому что просто так получается, но, тем не менее, есть некая общая для этого общества задача. И, соответственно, усилия общие для этого социума направлены на её исполнение. Потом есть разделение обязанностей по исполнению этих вот общих задач и есть распределение общественных благ. Это четыре пункта, на которых удобно строить какое-то такое минимально адекватное, понятное и устойчивое определение общества, и ими будем пользоваться. Вот, мы видим прекрасный совершенно косяк неопределимых рыб. Он очень большой, он очень красиво движется. Является ли он обществом? Почему? Да, пожалуй, у них даже есть общая цель. Им хочется выжить. Выжить и таким образом обеспечить себе виды на размножение. Но у них совершенно нет специализации, распределения каких-то усилий. Они все абсолютно обезличены, и сила вот этого сообщества рыб в том, что они абсолютно одинаковые. У них нет лидера, и не может быть. А если вдруг у них появляется лидер, это грозит им ужасными совершенно последствиями. Делали такой эксперимент. Кстати, тоже, в принципе, много об обществе говорит. Все рыбы ориентируются на ближайшую рыбу. Вот представьте, что мы, например, вот здесь все это, мы такой вот косяк. И из двери появляется акула. Акулу видите только вот вы, ребята, и вот молодой человек может снять ее сразу на телефоне и выложить в Инстаграм. Остальные ее не видят. Но вы сразу дергаетесь, вы выкладываете Инстаграм, и просто говорите, боже мой, акула, и соседи видят. И вот так вот ваше возбуждение распространяется по всему залу с помощью, ну если бы мы были рыбы, у нас был бы орган боковой линии. И все вот этот первый импульс уловили, и все сделали, ну все сбежали от акулы. Поэтому весь вот этот косяк, он движется абсолютно синхронно. Вот. И есть нервные пути, по которым рыбы обрабатывают вот эту вот необходимую синхронность. Вот. И пришли коварные ученые, как обычно, и нарушили рыбам эти проводящие пути одной. И рыба, ну как это, перестала слышать своих ближних. И, ну просто стала плыть, куда, никуда все плывут, а просто, ну куда, как-то рыбьи ее мозги ведут, и она плывет. Что делают остальные рыбы? Они плывут за ней. Потому что они ловят изменения общего паттерна движения, а рыба, ну поскольку она такая вот немножко сумасшедшая, у нее в голове свой барабан, она куда-то плывет, а все остальные нормальные, адекватные рыбы, они просто вынуждены за ней следоваться, под нее подстраиваться. Вот, то есть это не общество, это совсем такая, совсем другая история, хотя тоже, конечно, имеет какие-то параллели у нас, в нашей жизни. Вот, вот это вот, что это? Что это такое за безобразие? Спасибо. Вот, это действительно социальный паук. А вы вид не определите? И я не определю. Это некий социальный паук. Их достаточно, это достаточно большая группа пауков, которые, ну тоже их еще нельзя назвать уж такими прям совсем социальными, в плане специализации, в плане какой-то вот сложной иерархии. Нет, это просто те паукообразные, которые догадались, что один ты построишь маленькую сеточку, а если вы будете строить каждый свой кусочек, то сетка у вас будет огромная. И в нее будут попадаться гораздо более крупные объекты, то есть уже не только насекомые вашего размера, но и птицы, и ящерицы. И самое главное, вы эти объекты сможете употребить по назначению, потому что один паук не съест одну птицу. Это не большие паучки, не птицеяды. Вот, и один он птицу никак не съест. Но когда птица запутывается во всем вот этом, и на нее набегает вот вся вот это, вот вся вот это голодное общежитие, наступает то, что у социума называется распределение общественных благ. Они у пауков внешнее пищеварение, они, собственно, кусают жертву, впрыскают у нее свой яд и ждут, когда это все переварится, и потом уже этот бульончик, смузи, это вот паучины выхлебывают. И таким образом они могут вполне такую большую вот жертву усвоить. Что опять же говорит о бенефитах общества? Социум – это способ не только... Ну, во-первых, съесть то, что было когда-то больше тебя. Во-вторых, не быть съеденным тем, что когда-то, пока ты был маленький, одиночный, тебя ела. И объединиться в множество, собраться многими маленькими членами общества в один большой какой-то курултай – это очень здорово, очень выгодно и очень удобно, потому что, ну, например, есть путь слона. Слон очень большой, это круто, его никто не может съесть, но чтобы слону вырасти, это нужно очень много лет, очень много ресурсов, очень много возни, и далеко не у всех получается. А чтобы быть... Но при этом там, да, слон может всё, что хочешь делать, и никого не боится. Муравей сам по себе очень маленький, но тем не менее, когда муравьи собираются в хорошую такую развитую колонию, в несколько миллионов, они тоже никого не боятся. Их никто не может, никто не может с ним ничего сделать, даже человек разумный. Ну, про это будет дальше. Какие неприятности доставляют муравьи разумным людям на некоторых континентах. Вот, то есть первый способ – это увеличить свою приспособленность, не наращивая линейный размер. Просто собраться, объединиться, вместе чинить сети, вместе переваривать, вместе... Ну, в общем, это неплохо, но это ещё не совсем то общество, про которое мы будем сегодня говорить больше всего. Вот его, собственно, главные герои. И наша лекция будет развиваться по принципу нисхождения. Вот эти вот животные – это вершина социальности на сегодняшний день, достигнутая на этой планете. Это муравьи. Притом, ну, муравьи, они все примерно возникли где-то 100 миллионов лет назад. А кто были предками муравьёв? Не спрашиваю первый ряд. Первый ряд явно знает. Люди, узнающие коллективных пауков, знают муравьиных предков. Ну, представьте, вот муравей. Пририсуйте ему крылышки. Что получится? Оса, совершенно верно. Муравьи примерно 100 миллионов лет назад отделились от роющих ос и пошли своим муравьиным путём и преуспели чрезвычайно. Сейчас мы можем наблюдать на самом деле все... Ну, поскольку 100 миллионов лет – это ещё... Ну, это, конечно, для нас очень много, а для, в принципе, биологической эволюции – терпимо. Не так, чтобы совсем. И поэтому у муравьёв есть ещё примитивные формы, с которых это всё начиналось. И очень удобно следить, отслеживать эволюцию их группы. Вот. Вот кто следит за всё, как у зверями в соцсетях, тот, наверное, узнал и этого муравья. А кто смотрит «Приключения койоти Питерсона» на Ютьюбе, тот, наверное, узнал ролик, который... Неприятный человек койоти, на котором собрал 40 миллионов просмотров уже. И заключался ролик просто в том, что в Коста-Рике под известным мне деревом, которым есть гнездо вот этих вот муравьёв-пуль, койоти Питерсона отловил одного и дал ей, все рабочие муравьи, это самки, себя укусить. Дело в том, что парапанера клавата, муравей-пуля, он наносит, ну, по крайней мере, как говорят, потому что я уже сейчас встречала альтернативные мнения, что на самом деле муравей-пуля не кусает больнее вообще всех беспозвоночных на свете, он не вышибает 4 балла из шкалы боли, 4-бальной шкалы боли. А все эти мифы об этом распространяют производители муравьёв-пуль, а на самом деле это вполне терпимо. В следующий раз, пожалуй, я, наверное, даже это проверю, потому что в Коста-Рике, куда мы регулярно ездим, это инотропика, Центральная Америка, там этих муравьёв-пуль очень много. Они, ну, места знать надо, но там, где есть, там есть. Они живут вообще на достаточно большом протяжении от Никарагуа до севера Бразилии. Для одного вида муравьёв это достаточно много. Они живут небольшими колониями, у них в одном вот этом гнезде примерно до тысячи особей, и они ходят по одному. Это очень, ну, то есть не такие, как бы, такие пули-дуры. То есть так все... Посмотришь, вообще в Коста-Рике, где мы постоянно болтаемся, там очень много разных муравьёв, и они все очень деловые. У них у всех есть дела, они носятся, они воюют, они обследуют что-то, и только муравьи-пули ходят строго по одному, очень степенно всё осматривают, ну и, в общем, конечно, мало желающих пойти и спросить у них в лицо, что это ты тут такой ходишь. Они знают, что они тут ходят. Два-три сантиметра муравей. Вот эти вот мандибулы, у него очень сильные челюсти его. Кроме них о близком родстве с осами свидетельствует жало, растущее у него из брюшка. Жало порядка трёх миллиметров. У наших лесных муравьёв тоже есть жало, но они маленькие совсем, а у этого прямо конкретно игла. И очень большой резервуар с ядом, сложный такой вот коктейль токсинов, часть из них даже нейротоксичные, которые используют местные суровые индейские племена. Для чего? Это наверняка слышали. Для стрел. Не, не для стрел. Для обряд инициации. По неведомым мне причинам. Эту конструкцию называют варежки, хотя это не варежки вообще никакие. Это скорее похоже на, представляете, вот эти соломенные жалюзи, две такие маленькие, такие дощечки. В эти жалюзи вплетаются муравьи-пули жалами внутрь. И инициированный молодой индейец засовывает туда свою индейскую руку. Вот. И, надо сказать, не снимает это никто и не выкладывает на YouTube, а то могло бы быть, конечно, интересно. Повторяется это в течение инициационного периода несколько раз. Рука в итоге не имеет, нейротоксины работают. Индеец, в его психике тоже что-то меняется навсегда. В общем, он становится настоящим индейцем. Вот. Но это еще не самые примитивные муравьи. Извините. Вы хорошо говорили, когда ты в Москве, а не в Коста-Рике, поэтому называйте примитивными муравьями. Есть там же примерные, ребята, еще попримитивнее, это панерины, семейство панеринов. Динопанера. Динопанера гигантика. Гигантский муравей-динозавр. Он 3 с лишним сантиметра. У него гигантские совершенно челюсти, вот примерно как вот слон и бивни. Он такой. Я говорю про муравьев он, потому что это такой вот языковой стереотип. На самом деле все муравьи, о которых как-то имеет смысл говорить в контексте этой лекции, они она. Все рабочие особи — это самки. Вот. И у них, у динозавров-муравьев, в гнезде всего, ну, человек 20, наверное, живет. И вот у них очень интересная такая штука. Все, конечно, знают, что у муравьев есть королевы. Королева, она самая главная, она откладывает, она, собственно, сама себе делает вот это вот, весь вот ее муравейник, весь этот ее народ, это ее дети, ее подданные, ее подчиненные, хотя там тоже не все так просто. В общем, ее, то, что она королева, это не обсуждается. А вот у примитивных муравьев, которые еще недалеко отошли от ос, у них обсуждается. И у них разделяются рабочие самки, они все могут размножаться. И самцы. И вот рабочие самки, они просто дерутся друг с другом. Это очень смешно выглядит. Два муравья-слона, таких боевых, с длинными бивнями, они ходят вот так вот друг на друга туда-сюда. И через какое-то время, ну, кто-то из них сдается и говорит, все, окей, окей, ты королева, все, иди размножайся, я пойду работать на благо муравейника. Вот. И, соответственно, вот эта избранная королева спаривается с самцами, самцы после этого скоро погибают. А муравейник, муравьи и динозавр продолжает жить в своем таком небольшом, несколько десятков количестве. Вот. И это то, с чего муравьи вообще начинались. За эти 100 миллионов лет, это вот те, ну как, они с этого начинались, и вот эти вот муравьи-динозавры и парапанеры, они на этом и остановились. А остальные муравьи пошли дальше. Вот это вот, если кто-то был в Индии, в Азии, тот наверняка узнает этих муравьев. Это муравьи-ткачи. В данный момент они строят гнездо. У них, ну то есть как-то, гнездо состоит из зеленых листьев. Это такой очень аккуратно сшитый клубочек. Такой похож. Знаете, в детстве делали из листочков, такие в прорезе вставляли, получался такой вот плафончик. Вот. Они делают это из живых листьев, стягивая, образуя такие вот живые зажимы. Они очень, конечно же, очень сильные. У них удивительной крепости прикрепительный механизм на лапках. Они стягивают листья друг с другом, и другие муравьи после этого прибегают и начинают прибегать и приносят детей. Дети муравьев-ткачи обладают удивительным свойством. Они выделяют паутинную нить, и вот муравьи, которые одни держат, а другие муравьи, как, оперируя как челноком, вот этой вот личиночкой, выделяющей нить, сшивают все это, и у вас получается шарик из листьев, сшитый такой вот белой, аккуратненькой, тоненькой паутинкой. Это потрясающе. И вся эта колония живет вот в этом листочке до тех пор, пока листочку не завянет. После этого там становится влажно, нездоровый климат, и они оттуда выходят и делают новое гнездо. Вот здесь мы уже видим, как, собственно, муравьи распределяют рабочие обязанности. У эусоциальных... А я вот не помню, я сказала, что такое эусоциальность, нет? Здорово. Рассказываю вам и даже не сказала, о чем. Да, чуть-чуть тогда откатим назад. Эусоциальность. Чем, собственно, отличается от просто социальности? Это эу, с греческого, хороший, благородный, а социум, соответственно, общество. То есть это хорошее общество, прямо высшая форма существования социальности, которая не свойственна, между прочим, даже людям. Ну, вернее, как мы всячески пытаемся претендовать на это, говорим, что мы тоже эусоциальны, да что же мы там хуже муравьев, но ученые, подсчитывая все какие-то ее характеристики, говорят, что, ну, друзья мои, да, пока что хуже, потому что смотрите, как это делается у муравьев. Эусоциальность подразумевает крайнюю степень распределения обязанностей. Во-первых, она возникает в тех местах, когда, ну так по одному, не очень выживешь. Общество, оно всегда повышает твою приспособленность, и поэтому, если условия становятся как-то плохи, то это уже является такой вот предзаявкой на то, что скоро вы собьетесь в какой-то социум и будете функционировать как более-менее, ну, если не единый организм, то хотя бы какая-то группа существ с одними целями. А муравьи все-таки дошли до какой-то вот достигнутой на сегодняшний день вершины эусоциальности, они действительно действуют как один организм. И как этот организм вообще возникает? У муравьев есть, у высших, мы сейчас будем говорить про тех, которые строят большие колонии, у них есть половые особи, как раз те самые, которые похожи на ос, самцы и самки, и есть рабочие особи. Половые особи, они более-менее одинаковые, они в один специально обозначенный для этого вида муравьиный день вылетают из муравейников, летают всю ночь, ищут партнеров, спариваются и после этого пускаются на землю. Самцы и самки у каждой самки от одного до двадцати примерно спаривания могут происходить. Сперма прячется в специальные, очень надежные кармашки, ее хватает на много лет, потому что второго полета уже не будет, самка падает на землю и отгрызает себе крылья, отламывает, разными способами избавляется от них. Самцы просто погибают, у них нет, они на этом уже все сделали. Собственно, почему такая несправедливость? Потому что у муравьев, как и у всех перепончатокрылых, у вас, пчел, у них гаплодиплоидный механизм наследственности. У самок обычный нормальный двойной набор хромосом, как у всех, а у самцов половинный, гаплоидный. Собственно, им больше и не надо, потому что у них функции простые, вылетел, нашел, спарился и все. Если не все, то, например, пчелы трутней, они не сразу погибают после того, как выполнить свои обязанности по отношению к королеве, а просто болтаются при улье, едят мед, и пчелы могут их как-то, наверное, даже и убить. А могут и не убить, потому что у пчеловодов есть такое интересное выражение «трутни пчелок веселят». То есть просто, когда это довольно бессмысленные существа, они просто возятся в улье, как-то едят мед, то пчелки как-то лучше работают, почему-то это им больше нравится. Муравьи не считают, что самцы их будут веселить, да, собственно, там пока что и некому считать, потому что смотрите, что происходит с муравьиной королевой будущей. Кто читал «Пелевина. Жизнь. Усюком?» Тот вообще, наверное, знает, что там происходит, только там, конечно, поменьше бы антропоморфизма, а так, в принципе, многие детали совпадают. Самка находит некое укрытие о мермикологов, не мермикологов даже, а людей, у которых есть муравьи домашние. Не фараоновые, которые сами живут, а которые завели муравьев. Мермикари, вот это все. Никого нет? Жаль, жаль. Я вот в процессе знакомства с муравьями уже готова примерно завести себе дома их муравьи и смотреть, как это все происходит, но пока что буду рассказывать с чужих слов. Оплодотворенная самка находит какое-то убежище, отламывает себе крылья, залезает в это убежище, откладывает первую партию яиц. Из нее вылупляются личинки. Личинки такие полупрозрачные, как примерно мушиные опарыши, только как-то более интеллигентно выглядящие. А по сути такие же беспомощные червячки. Их надо кормить. Как вы считаете, чем можно кормить, когда ты королева, ты не можешь работать, у тебя нет слуг, ты сидишь просто в какой-то норке, и у тебя дети, они орут, что-то требуют. Что бы вы делали, как бы вы вышли из этого неприятного положения? Собой. Все нормальные российские дети, воспитанные на сказке про Ивана Царевича, кормившего серого волка, орла, орла собой, знают, что делать в этой ситуации. Муравьиха тоже без всяких сказок это знает. Она действительно кормит собой, вернее, как у некоторых видов, то есть она крылья сбросила, а мышцы, которые им управляли, еще остались, они не нужны уже. И у нее они подвергаются процессу распада. И вот продукты распада этих мышц она выделяет и кормит вот этих вот юных короедов. Когда продукты распада мышц заканчиваются, есть другой способ. Самка откладывает следующую порцию яиц и вот уже этими яйцами кормит вот этих, которые вылупились раньше. Вот. И она такая, это нормально для нее. Она нагуляла за время девичества достаточно много муравьиного жира. Она, в общем, вполне себе фит и может позволить некоторое время не есть, а только кормить и откладывать, кормить и откладывать. Вот. А тем временем первая партия ее детей она превращается во взрослых муравьев. И вот они уже начинают на нее работать. Они начинают строить муравейник, они начинают ухаживать за расплодом, то есть за дальнейшими, ну, собственно, за следующими детьми этой же самки. Они начинают фуражировать, собирать еду со всей подшипной территории, возводить огромные муравейники или строить гнезда из листьев, устраивать грибные фермы, устраивать, разбивать там пастбища тлей и все прочее, что делают муравьи, для того, чтобы ну, и королева была довольна, и главное, чтобы захватить мир. Ну, а королева, собственно, она продолжает платиться, сидя в этом муравейнике, и на самом деле, хотя нас, опять же, сбивает с толку вот это выражение королева, на самом деле власти у нее нет примерно никакой. Она не королева, а она скорее вот в ранге вот этой вот, в ранге распределенных обязанностей, она такая обуляшка в севья муравейника. Она просто размножается в то время, пока ее дети смотрят мир, созидают муравейники, исследуют животный мир, который вокруг, дерутся с соседними муравьями, дужат с соседними муравейными колониями. у них все очень интересно, она сидит внутри муравейника и плодится, плодится, плодится. и, собственно, держат ее за то, что она, как вы считаете, хотя ладно, муравьи вокруг нее держатся и вот в таком энтузиазме находятся, потому что она выделяет феромоны, которые им страшно нравятся. И вот ради этого, даже не столько ради детей, а потому что наша королева очень-очень приятно пахнет, мы поэтому с ней носимся, вот, и очень хорошо, что она откладывает столько яиц, но если вдруг королева, ну, стареет, ну, все королевы стареют, она перестает, во-первых, нестись так бодро, но это было одно, но главное, что она перестает так приятно пахнуть. И муравей понимает, что мать королевы заканчивается и просто убивает ее. И из ее же расплода выкармливают себе новую королеву, потому что будет оплодотворенное яйцо, разовьется из него рабочая особь или репродуктивная, она зависит от характера питания и феромонов, которыми пичкают рабочие муравьи. А рабочие муравьи вообще следят, что у них там муравейники происходят, они понимают, что у некоторых муравейников есть несколько королев, то есть они понимают, что вот так вот столько королев, нормально, больше не надо. Или могут посчитать, что нет, наверное, еще парочка, наверное, нам вот сто крылов северное не помешает, и делают еще парочку королев. В общем, на самом деле, муравейник – это та самая ситуация, когда вся власть принадлежит рабочему, притом рабочим, распределенным в малые группы. Античные натурфилософы, которые очень любили наблюдать за природой и делать из нее какие-то выводы и экстраполяции на человеческое общество, с одной стороны, я их, конечно, очень понимаю, с другой стороны, сведений у них об этих животных было явно меньше, чем стоило бы, и поэтому они считали, что муравьи – это модель идеального совершенно государства, имея в виду, конечно же, монархическое государство, что у них королева, вот, огромное хозяйство, все бегают, никто друг с другом не дерется, все очень конструктивны, но они не знали, каким образом рабочие муравьи расправляются со своими королевами, которые перестали их удовлетворять, вот, иначе бы, конечно, придержали бы язык и не делали таких смелых обобщений. Вот. Еще о специализации, без которой никакое общество не мыслимо. Это, как вы считаете, что это, кстати, да? Хороший момент задать вопрос. Ну, а между прочим, да, у нас прайминг еще новогодний, поэтому это все можно списать на способы украсить потолок своего муравейника с помощью муравьев медовых бочек. Кладовочка. Да, в хорошем муравейнике там чего, что-то нет. Вот тут детская, тут у нас кладовочка, вот тут у нас я даже не знаю, это кладовка, в которой висят, свисают как окороки в этих старожинных кладовых, либо, может быть, это, ну, знаете, такой банкомат, может быть. В общем, это есть группа муравьев медовых бочек, они живут на разных континентах, это независимо образовавшийся признак. Они есть в Мексике, они есть в Австралии, и там, и там, они, их очень любят местные жители. называют их земляным виноградом, потому что вот такие вот штуки, они находятся под землей, а земля это обычно на территории сухих степей, пустынь, в которых, ну, в общем, как бы хорошо, но очень недолго, месяц или максимум два в году, когда приходят дожди, все зацветает, вырастает, становится резко много еды, и тогда муравьи, фуражиры из вот этих колоний, они как проклятые бегают по всей вот этой цветущей территории и собирают с нее все сахаристые выделения, что только найдут, нектар, выделение тлей, выделение щитовок, все-все-все, они забирают это в рот и тащат в колонию. У муравьев вот по поводу общественного распределения благ есть такая отличная адаптация, называется общественный желудок. То есть это как бы такой зобик, то есть муравьи находят сладкую капельку, он ее глотает, но он на самом деле не глотает, та складывает в такой вот кармашек, который он потом выложит на общий стол. Вот, и вот это вот муравьи-общак. То есть муравьи-фуражиры приносят сладкие капельки и вот этим вот муравьям скармливают, а эти муравьи вообще никогда не выходят из муравейника. Их, собственно, сверхспособность это мегаэластичное растягивающееся брюшко. И в конце концов, под конец зеленого сезона их напичкивают так, что они раздуваются вот в такие вот шарики. Ну, здесь, видимо, да, в преддверии Нового года остроумные исследователи накормили их разноцветным сиропом, но вообще они все примерно одинакового золотистого цвета, очень красивого. И, ну и все, и начинается засуха. И еды мало. Взрослые муравьи, у них личинки питаются чем-то белковым обычно, а взрослые муравьи чаще едят какие-то вот сахаристые выделения. И рабочий муравей подходит к этой медовой бочке и тарабанит по ней антенками. И этот банкомат выдает ему капельку сладкого сиропа. Тот съедает и бежит дальше делать свои муравьиные дела. Почему, собственно, это называется, сказал или нет, но у аборигенов, тех счастливых аборигенов, у которых муравьи медовые бочки живут на территории, это называется земляной виноград. Ну, вообще нетрудно, наверное, догадаться. Кто в детстве приставал к муравьям со всякими грязными целями? Да, вы все, если не все, то я все равно буду считать, что все знают вкус муравьиной кислоты из первоисточника. Самые отчаянные, отмороженные, я так не делала, нет, это было для меня слишком даже в детстве, ну, я знала ребят, которые прямо ловили лесных муравьев и лизали им задницу. И мы тогда еще не знали про интеллектуальные способности муравьев, про то, что они обладают способностью к индивидуальному распознаванию, у них есть память, они умеют считать, они еще бог знает, что про нас в этот момент думают. Нет, возможно, он возвращается после этого, поскольку у муравьев в их малых рабочих группах есть иерархия, и вполне возможно, этот облизанный, зацелованный человеческим детенышем муравьев возвращает в свою малую группу и говорит, вы не поверите, мужики, вы не поверите, в смысле, девочки, девочки, вы не поверите, кто меня, только что, чего. И после этого становится главным в своей рабочей группе и, в общем, все становятся главным координатором. Наверное, так не было, но было бы здорово, если бы. Были какие-то менее радикальные способы, кто как муравьев доил? Соломинка? Соломинка, да-да-да-да-да. Кто? Липовая палочка со снятой корой. О, липовая палочка со снятой корой. Ничего себе, вы гурман. У нас в Сибири лип был очень малый, поэтому мы так как-то выдергивали какой-нибудь осот и вот этим осотом там шрудели. Пырей, пырей, пырей. Ну и вот, а некоторые самые отчаянные так просто свою немытую, вернее, как, ну, ладошку над муравейником, и вот так вот ты делаешь. Они поднимают брюшки кверху и стреляют тебя муравьиной кислотой, и дальше ты, опять же, ничего не зная про микробиологию, про инфекционные всякие дела, облизываешь ладони, и думаешь, классно так как. В общем, очень здорово, друзья мои, что все мы выжили, кстати, нашего детства. Это было совсем не очевидно, что так и будет. Вот, аборигены, на территории которых живут медовые муравьи, их вот это вот знакомство с муравьиной кислотой, она гораздо, она подслащена добрыми порциями нектара. Если набрать «Муравьи медовая бочка» в гугле, там обычно показывают такую заскорузлую такая аборигенская ладонь, и на ней лежит, ай, такая добрая пригоршня, вот этих вот виноградинок, и понятно, что съедят их не их коллеги по муравейнику. Вот, следующие специализации. Вообще есть, ну, то есть муравьи не так, муравьи стоят у нас, возглавляют список самых общественно развитых животных не просто так, не просто потому, что мы решили, что вы очень ловко распределили обязанности, что вот у вас королева только исключительно размножается, рабочие исключительно работают, солдаты исключительно воюют, еще и потому, что это показало свою эффективность по разным оценкам. Оценки по понятным причинам очень трудно здесь как-то вывести объективные, но так как-то примерно посчитали, и примерно высчитали, что из биомассы всех наземных животных муравьи составляют ну, что-то там по-разному от 15 до 25 процентов массы. То есть только наземная, конечно, не морской океан, там совсем другое. Вот, то есть это очень-очень успешные существа, они живут абсолютно по всей планете, за исключением Антарктиды и Гренландии, и все-то у них хорошо получается. И когда вы собираетесь захватить мир, вот муравьи не собирались захватывать мир, у эволюции нет целей, у вида нет целей, но просто у них так это получилось, и теперь они, конечно, всем говорят, что да-да, мы так и собирались. Вот, вам нужны некоторые вещи, которые очень сильно объединяют нас и их. Есть замечательная книга великого исследователя муравьев и отца социобиологии Эдварда Уилсона, она называется «Хозяева земли». Она маленькая, такая очень эмоционально заряженная, не сказать пафосная, вот где Уилсон, великий совершенно муравьевед, проводит параллели между нашим способом организовать хорошее общество и муравьином. И приходит к выводу, что конвергентных способов, вернее адаптации, которые независимо совершенно у нас с ними возникли, их очень много и результат тоже примерно схожий. Муравьи захватили планету, ну там на своем муравьином уровне мы захватили планету, но в случае что-то муравьи, конечно, нас переживут, потому что у кого дома есть фараоновые муравьи? Надо же. В моей новосибирской квартире есть некоторая проблема, мы, в общем, хотим ее продать на самом деле, потому что как-то она очень далеко находится, но там дом, большой девятиэтажный дом заражен фараоновыми муравьями. Это мельчайшие, такие маленькие, совсем желтенькие муравьишечки. Они живут в домах, они живут в домах, особенно где тепло, там, не знаю, Египет, Индия, Европа, их там достаточно много. Это вот те маленькие такие штучки, которые появляются вокруг любой крошечки, там хлебный, там кусочка, там, крупинки сахара, чего угодно. Они тут же набегают и начинают это все растаскивать. Рано или поздно они протаптывают какие-то дорожки, там, тропинки свои на стенах. Это очень здорово, они мне очень нравятся. Но, к сожалению, я не могу найти покупателя на квартиру свою, которому бы тоже нравились муравьи. А все остальные люди, они приходят и говорят, господи, у вас тут все в муравьях. А весь дом вообще-то страдает. И весь дом пытается вот уже, соответственно, 15 лет этих муравьев как-то известь и никак не могут, потому что они могут найти, где гнездо. То есть они просто, видите, там выходят рабочие, за хлебом пошли, вот они уничтожают этих рабочих. Ну, как бы жалко. Но муравьи, соответственно, пересчитывают потом. Ну, как бы не пересчитывают, а муравьи всегда ориентируются на показания ближайшей малой группы. Муравьи представляют, что происходит у них в муравейнике, кого нужно больше, кого нужно меньше, какая конъюнктура, какие задачи. Но вот именно из-за того, что вот эти малые группы там по, ну, до десятка обычных муравьев, вот эти вот компании такие рабочие, они держат связь, они понимают, что на их территории происходит, и они держат связь с другими малыми группами, и вот так вот это все и все в итоге работает как один большой, ну, можно сказать, мозг. И муравьи вот как бы знают. И они говорят, так, у нас закончились рабочие. Да, давайте наплодим еще. И все. И в итоге эти фараоновые муравьи живут в этом сибирском доме и уходить никуда не собираются. Вот. Но для того, чтобы, так вот, для того, чтобы захватить землю с помощью своего хорошего общества, вам нужны, как и нам нужны, и им нужны, некоторые такие вот общественные феномены, как, например, сельское хозяйство. Вот в данный момент мы видим сельскохозяйствующих муравьев, которые изобрели конкретно животноводство. Кто видел когда-нибудь, как муравьи пасут тлей? Очень такая, очень распространенный сюжет. Вот тли, их много, вот муравьи ходят, массируют их. Ну, собственно, если вы когда-нибудь видели ферму, в которой коровы стоят и вокруг них суетятся их обслуживающий персонал, это совершенно то же самое. Вот и муравьи. Ну, только единственное, что на ферму волки редко прибегают, а к тлям часто полетают божьи коровки, какие-то златогласки, кто их хочет поесть, и муравьи от них, от всех защищают. Собственно, молоко, которое им дают тля, это называется пать. Она же медовая роса. Это сахаристые выделения. Тля, очень такое простое насекомое, она просто сосёт соки из растения, перерабатывает и избыток выделяется вместе с сахарами и муравей. Муравьи очень падкино-сладенькое, и они хватают эту капельку и уносят муравейник. Ну, тли, они, в принципе, могут и без муравьёв, но некоторые муравьи... Да, и вот очень много таких вот симбиотических пар. Разные виды муравьёв ухаживают за разными тлями, они их там прикрывают зонтиками во время дождя. Они их перетаскивают на растения, где они будут давать более сладкий сок. Ну, тля, она и без муравьев не пропадёт. А вот, например, некоторые муравьи, они одомашнили щитовок. Это вообще такое совершенно растительное животное. Она совсем даже почти никуда не ходит, её почти не видно. Вот она просто перекачивает сок и делает сладенькое. И вот муравьи, они просто полностью взяли на себя, ну, это как, не знаю, там какие-нибудь, ну-ка, да ну, наши овцеводы. То есть они просто носят этих щитовок с кормового растения на кормовое растение, они отгоняют хищников, они прикрывают от палящего света, от дождя, и, в общем, это очень трогательно. И вот здесь мы как раз видим все три стадии. Вот здесь вот они, ну, пасут их, пересчитывают, вероятно, муравьи умеют считать более-менее, умеют даже производить некоторые арифметические действия, ну, у тебя хозяйство, это надо все учитывать. Здесь вот как раз момент выделения сладкой капельки, которую это сейчас заберет в общественный желудок и подтащит на муравейник. А вот здесь вот такой пастушок такой переносит свою овечку на лучшее пастбище. Очень-очень трогательно. Вот. Но и это не самое крутое, что муравьи сделали, то, что вот эти вот ребята, как вы считаете, что это за демонстрации под зелеными знаменами? Все, кто следит за все, как у зверей в соцсетях, уже видел их, потому что я периодически, вот мы сейчас только что вернулись из Коста-Рики, и я постоянно постила какие-то их фотографии и рассказывала про то, что они вот, это высшая форма существования муравьев, это самые крутые муравьи вообще в мире. Они живут в новом свете, в Южной Америке, в Центральной, и они режут листья, как следует из их названия. Самые большие, то есть вот распределение обязанностей называется полиэтизм у общественных насекомых, то есть это вот разные задачи. И полиэтизм разные задачи приводит к полиморфизму, то есть все особи, они немножко разные в зависимости от своих задач. И листеризм, муравьи самые большие, они залезают на самые, собственно, идут, вырезают из листьев такие вот круглые фрагменты размером примерно с отпечаток пальца. И делают это с ювелирной совершенно точностью, скоростью, и совершенно невозможно их остановить. По разным подсчетам, опять же, в тропическом лесу, где они живут, амазонская сельва, костариканские дождевые леса, на листорезов листорезы уносят до 20% всей зеленой массы. Это невероятно много. Они вот это срезают, сначала самые большие срезают самые большие кусочки, несут их вниз, там у них их перехватывают муравьи поменьше, разрезают эти большие кусочки на кусочки поменьше, передают их еще меньше. Притом, когда муравей, они очень сильные, и часто они когда несут эти знамена такие зеленые, сверху на нем сидит один-два маленьких-маленьких муравья. Мы сначала очень смеялись и говорили, вот такие пассажиры делают вид, что тоже работают, а потом выяснилось, что они действительно работают. Они в это время отгоняют от, защищают этого рабочего муравья от паразитических мушек, потому что муравей в этой ситуации это как мужик, который несет руку с телевизором, абсолютно беззащитен. Он делает очень важное дело, но ты сам с ним можешь делать все, что угодно, пока он там поставит. И поэтому эти маленькие муравьишки отбивают атаку мух, чтобы мухи не воспользовались беспомощностью муравей и не отложили в него своих паралитических яиц. И вот эти фрагменты листьев, они все измельчаясь и измельчаясь, в конце концов приходит такое городище. Самую большую колонию листорезов в одном месте, которую я видела, она была примерно вот в наш зал. У нее было ну вот не знаю, десяток наверное разных выходов. Это такая красная земля, глина, они все там. Внизу огромное совершенно огромное помещение. Там человек может находиться, я не помню, где-то я читала про полный рост, ну врут, наверное, но скорчившись влезет, в полный рост не обещаю. Большие очень камеры, всю эту землю соответственно из-под этих камер они вытащили, положили сверху, поэтому образовался такой курган со входами. И вот туда уходит эта вся гигантская зеленая листовая масса. Зачем? Нет, ли там не сидят. Грибы выращивают, совершенно верно, потому что листерезы, че листья есть, это вообще неприятно, их очень сложно переваривать, в них не так много питательных веществ, и поэтому они выращивают на них грибы. Они всю вот эту вот листовую массу упихивают внутрь, и там уже сидят муравьи-садовницы, самые-самые маленькие, которые вообще никогда наружу не выходят. Такие вот морлоки, их задача пережевывать вот эти вот фрагменты в равномерную кашицу, сдабривать их собственно слюной, экскрементами, всем на свете, перемешивать и делать компост. И вот на этом компосте уже растут грибы, из которыми собственно муравьи питаются, это прекрасная белковая пища, при том грибы не в нашем понимании такие, со шляпками, они употребляют нодулы. То есть гриб это мицелий. Вообще-то вот гриб, как мы видим, как такая красивая ножка-шляпка, это уже плодовое тело гриба, а сама основная жизненная форма гриба это мицелий, это плесень какая-то бесформенная. Так вот, из этой плесени могут вырастать как плодовые тела, так и нодулы, такие маленькие шарики, горошинки. И вот муравьи-садовницы это все дело срезают, например, это уже муравьи, которые занимаются сбором урожая. Они это дело съедают и уже это идет на корм всей колонии. И тут мы подходим, то есть это очень-очень круто, это очень круто для нас. Еще раз поблагодарить как бы это небесное распределение кому где жить за то, что если у кого-нибудь есть, например, какой-нибудь дачный участок, то тот должен очень радоваться, что этот дачный участок здесь, а не в какой-нибудь там прекрасной Коста-Рике. Потому что когда вот это вот тусы, хорошо, там где-то в лесу они съедают 20% зелени, там новое нарастет. А вот когда эта колония разбивает свой дом около ваших 6 соток и понимает, что да, гибискус, мы любим гибискус, отлично, и что у вас там еще растет? В общем, они могут за одну ночь вынести всю зелень из сада вообще. И остановить это невозможно, потому что они живут где-то под землей, как ты их... В общем, я видела как-то очень такие бессмысленные попытки костариканских крестьян это все остановить. Муравьи просто становились сумасшедшие, сумасшедшие, злые. Они вообще-то ты через вот эту вот колонну, как они вот идут, можешь пройти босиком. Они все абсолютно заняты, им не до тебя. Но вот когда их там начали кипятком поливать, с чем-то травить, они все сошли с ума и сказали, ах так, ну мы вам сейчас. И да, и ходить больше через них нельзя было. Они стали очень злые. Единственное, кстати, что их... Чего они не любят, это дождь. Когда начинается такой хороший, добрый тропический ливень, вся вот эта армия бросает свои листочки и говорит, что нет, все, мы на такой не подписывались и бежит. И очень красиво выглядят вот эти вот все длинные-длинные такие вот. Они протаптывают прям настоящие такие хайвеи. И вот на этом хайвеи лежат все эти брошенные листочки. И потом, когда дождь закончится, они выйдут, они уже это не подбирают, они идут резать новые. Вот. Хорошо, что у нас этого нет. Хорошо, что к ним можно ездить в гости. Вот. Момент питания. Собственно, необходимы для каждого социума элементы распределения общественных благ. Здесь это вот выглядит вот так вот. Этот процесс называется трофалаксис. И бывает... Вот в данный момент у муравьев он стомодиальный, то есть это изо рта в рот передают друг другу пищу. А у термитов, которые мы чуть попозже рассмотрим, у них проктодиальный. Они кормят друг друга через попу. И тоже неплохо получается. Но у них есть на это свои причины. Вот. Трофалаксис между муравьями это не только момент, которым они друг друга кормят, но и они обмениваются информацией. Потому что в этот момент происходит передача феромонов. А феромоны это одно из основных средств коммуникации муравьев. То есть каждый... Это даже не запах, это летучие вещества, ну там либо не летучие, либо контактные вещества, которые так или иначе меняют поведение. Они поведение. Могут пол менять. Если вы обработаете специальными феромонами просто какое-то универсальное яйцо, из него там получится королева. Либо из него получится рабочий особь. В общем, феромоны – великая сила. Если, например, какой-нибудь муравей вас начинает кусать... Кусали муравьи, да? А вы обращали внимание на такой неприятный момент, что для того, чтобы муравьи тебя укусили, их не надо провоцировать? Кто опять же следит за нами в соцсетях, тот периодически наталкивается на мои какие-то прекраснодушные заявления про то, что «Ну что вам эти змеи? Не лезьте к змеи, она вас не будет кусать. Паучок не будет вас кусать, если вы сильно его об этом не попросите». Так вот на муравьев это не распространяется. Муравьи будут вас кусать просто потому факту, что вы тут стоите. Если, не дай бог, еще как-то близко к их муравейнику, они будут кусать вас совершенно точно. Будут кусать вас и распространять при этом феромоны тревоги, чужой машины, и на эти феромоны будут сбегаться новые муравьи, чтобы кусать вас еще сильнее, потому что муравьи за 100 миллионов лет своей эволюции, они уже заметили, что редко кто-то останавливается перед их муравейником просто чтобы там понаблюдать, пофотать. Обычно все залезают, начинают их жрать, поэтому чувствуешь млекопитающее, кусай сразу, пока не началось. И поэтому никакого джентльменства от них ждать не надо в этом плане. Вот, еще один способ прокормиться, это муравей-жнец. Они часто содержатся в неволе, и возможно, как раз вот такая вот, такое животненькое у меня через какое-то время и появится. Они собирают семена, они очень любят злаки, живут они в том числе и на территории, ну на юге России, на границе с Казахстаном, в Казахстане, и они собирают семена, собирают тщательнейшим образом. Каждая семечка облизывается, слюна бактерицидная, потому что иначе без этого там все быстро загниет. С него скусывается точка роста, потому что иначе все это прорастет и испортится. И вот таким вот образом обработанные семена складываются в зерновые камеры, и там набирается до трехлитровой банки вот такого вот отборного зернышка к зернышку зерна. Ну, единственное, что разных пород, но если вы такой не очень привередливый казахский крестьянин, то трехлитровая банка неизвестно чего, это нормально. Вот здесь и этим всем они кормят своих детишек в том числе. Но детишки не едят зерна. Это слишком жестко и не получится. И поэтому у них есть специальная каста такая, вот этот пример мне очень нравится. У них есть специальные муравьи, которые, работа которых заключается в том, чтобы жевать. Они жуют вот это все, переводят все это в крахмальное такое детское питание, и вот этим уже кормят своих детишек. Но это происходит в мирное время. А если случается война, а муравьи агрессивные, у них бывает война, то вот эти же, это же каста живунов с наработанными нажеванными челюстями, они идут защищать муравейник, потому что у них самые грозные мандибулы, и они просто вот ими порвут кого хочешь. И вот этот вот полиэтизм ситуативный, когда ты в мирное время одно с одним, когда у тебя орало, а в военное время они же перекуются на мечи, это прямо очень круто. Вот. Это муравей-солдат, да. Он не жевал зерно, он сразу стал солдатом, и он вот такой вот, такой вот приятный. Это не мой палец, но мой палец тоже был в такой ситуации. Я, у меня почему-то не получилось это на инстаграфировать, была занята тем, что орало, действительно больно, потом из этих двух дырочек идет кровь, и, ну, то есть это такой солдат. У него вот такая работа, и, и, собственно, на этом мы переходим от муравьев, про которых можно бесконечно разговаривать, к самым первым, к изобретателям эосоциальности, а это у нас, кто это? Термитов. Кто видел термитов вживую? А где? Где? В Тамбове. В Тамбове. Термиты в Тамбове? Да. Окей. Вот, слушайте, ну, здорово. Какой прекрасной стране мы живем. С одной стороны, с другой стороны. Спасибо, что предупредили, потому что, если бы увидел случайно термитов в Тамбове, я бы как-то, я начала бы беспокоиться, все ли со мной в порядке, а так, ну, значит, хорошо, в Тамбове термиты. Да, это действительно термиты, притом король и королева. Термиты, если муравьи, пчелы и осы, они перепончатокрылые, и они самые крутые, эосоциальные, муравьи особенно, пчелы, чуть в меньшей степени эосоциальные животные, то термиты, они, у них эосоциум немножечко, с одной стороны, попроще, ну, то есть, они не достигли таких вот импер, у них не такой имперский размах, как у муравьев, они живут только в тропиках и Тамбове, как выяснилось, ну, такие немножко более притязательные к среде, в общем, не такие адские универсалы, как муравьи, но это потому, что они начали первыми. Как обычно, в эволюции бывает, последователи превосходят первооткрывателей. Ну и, к сожалению или к счастью, не только в эволюции, если вы что-то изобрели, то ваши последователи сделают это лучше, но вы останетесь первым. Вы будете такой немножко архаичный, но все равно, тем не менее, будут говорить, что вот этот чувак изобрел эосоциальность. А термиты, родственники, кто может опознать чиф? Вот они вообще похожи немножечко. Тараканы, совершенно верно. А тараканы самые добрые, милые, полезные, вкусные насекомые, они очень неагрессивные. Они, ну вообще, я постараюсь термитов быстро проскочить, не развозить, как вот муравьев, в том числе и потому, что испытываю к ним очень нежные чувства и начинаю просто какие-то окситоциновые у няня выдавать. Поэтому давайте просто строго скажем, что они родственники тараканов. Они что-то там под 200 миллионов лет, 170 миллионов лет назад они возникли, их группа, они очень-очень древние, они первые начали сбиваться в колонии, и они моногамы. Они совершенно прелестный образец моногамии. И вот начинается у них все примерно как у муравьев. У них тоже есть половые особи, самцы и самки, есть рабочие особи, и у половых особей тоже есть лед. Если тут прекрасная ночь, когда они все стоят на крыло и летят знакомиться. Бывает такое, кстати, кто в тропиках отдыхал, иногда бывает в Гоа такое. Есть всякие ганские комьюнити, которые регулярно кишат тем, что, о боже мой, у нас апокалипсис, с неба сыпалось какое-то гигантское количество насекомых, у нас все, то есть пол насекомых, стол, мы их едим, мы их боимся, и это все ужасно. Это как раз термиты встали на крыло и пошли знакомиться. Термиты находят друг друга, как-то определяют по степени совместимости и привлекательности, потому что жить им вместе долго, опускаются вместе на землю, опять же, отламывают, отгрызают свои крылышки и начинают плодиться. Но если муравьиха запасает сперму на всю свою долгую жизнь, а жизнь у муравьиных королев, кстати, бывает реально долгая, как вы считаете, сколько максимум муравьиные королевы может протянуть? Маленькое насекомое такое. 15 лет смелее. 15 лет смелее. Я слышала про 28, Александр Владимирович Марков говорит про 30. Я хочу, чтобы было 30, но глазами видела 28. Это очень, это, ну, Лермонтов столько не прожит. Единственное, что да, потом все равно заканчивается тем, что тебя убивают твои собственные дети, но через 28 лет это может быть уже и не так страшно. термитовая пара, она не вдовстующая королева муравьев, а нормальная такая актуальная пара. Они каждый день спариваются, каждый день откладывают яйца. Число их потомков измеряется миллионами. Потомки выстраивают вокруг них фантастические сооружения. Термитники, максимальная величина в Африке, по-моему, они кафедральные термитники, ну, метров там по 12 примерно. Это вот несколькоэтажный дом. Внутри, собственно, наземная часть термитника это обычно система кондиционирования. То есть чем выше термитник, тем значит более жаркий климат, более пустынный и сухой, в котором он находится. Потому что это просто труба для вытяжки. Они сделали такую совершенную систему пассивной вентиляции, что люди, ну, просто стылили у них вот эту вот конструкцию и теперь для высотных зданий делают пассивную вентиляцию по типу термитников. И все вот это великолепие выстраивается вокруг пары термитов и собственными детьми. Дети их выглядят вот так вот. Это разные дети. Вот это вот, это рабочие, маленькие дети, это рабочие. А вот это, вот это солдат. Вообще-то тараканов не очень свойственна агрессия, но когда у тебя такое большое хозяйство, то тебе нужно подумать о том, кто его будет защищать. И они как-то напыжились и сделали, собственно, боевых тараканов, бывшие тараканы, боевых термитов. И они защищают термитник на предмет вторжения, ну, во-первых, муравьев. Потому что это была великая война, на самом деле, между муравьями и термитами. Они более-менее схожую экологическую нишу занимают и постоянно, соответственно, делят эту нишу. И муравьи, как более эволюционно молодые, наглые, продвинутые, они термитов постоянно притесняют, и поэтому термиты были вынуждены отрастить себе вот таких вот ребяток. И поэтому, если взяла я как-то грех на душу, отломала кусочек термитника в Индии. Ну, я не хотела, на самом деле, но просто он был такой, не смогла с тобой совладать. Дети накапывают такие вот пирамидки на пляжах. Представляете? Вот в Индии такие же термитники, только вот заглаженные такие. Дети накапали, что попало, а потом пришли дизайнеры, и все это прям идеально вылезали. И я как-то проходила, и вот эту какую-то пимпочку одну, рука сама потянулась, просто потрогать, какая она классная, она раз и отломилась. И я держу в ней, а она пустотелая. И внутри я заглядываю в эту дырочку, чтобы извиниться. Оттуда лезут вот такие вот маленькие термитики, они все, ну не знаю, миллиметр по три, по пять. И тут же в реал тайме, просто как индийские программисты, начинают немедленно заделывать эту дырку смесью изжеванной глины красной, слюны, вероятно, целлюлозой, потому что термиты питаются исключительно целлюлозой. И прямо на глазах вот эту вот дыру раз и заделали. И вот моя моральная травма на сих пор со мной, а у них 10 минут уже ничего не было. Термиты не любят... А, вот, ну это хорошо, тапить же со мной дело иметь. А если приходит кто-нибудь, кто бы их поел, ну, собирается как-то в них вторгнуться, то у них такая тактика. Они, рабочие тут же начинают дырку заделывать, а солдаты выстраиваются в шеренгу, и вот этой шеренгой прут на недоброжелателя, щелкая, вероятно, челюстями. И строители заделывают очень быстро дырку, и когда они заделывают, солдаты остаются снаружи. И таким образом жертвуют собой. И, ну, это, с одной стороны, грустно, с другой стороны, необходимо понимать, что абсолютно любое развитое общество подразумевает альтруизм. Если мы составляем общество, то наша конкретная индивидуальная жизнь, она стоит меньше, чем интересы общества. Нравится нам это или нет? Ну, обычно нам это не нравится без специальной подготовки, и поэтому во всяком обществе… Ну, у термитов у них просто программы, им просто, а вот нам, у нас нет врожденных программ, поэтому нам приходится включать всякие другие программы, и другие программы, говорят, что очень классно на благо общества, и пожертвовать собой – это прям высшая просто форма проявления социальности, всяческое социально одобряемое поведение, и принесет вам массу бенефитов, если не в этой жизни, так в следующей, не вам, так вашим детям. Здоровый термитник, вот чем живой термитник легко определить? В нем он монолитный, в нем нет ничего, то есть это просто такая вот, входов никаких нет. Они открываются только ночью, потому что термиты, они выходят только ночью, если они вообще выходят на какой-то такой свободный, открытый воздух, то это происходит только в темноте, то что у них настолько нежная кутикула, они слепенькие, кутикула очень тонкая, и ультрафиолет для них очень губителен, и поэтому даже если термиты куда-то идут есть, они все время куда-то идут есть, потому что, с одной стороны, это очень был правильный выбор рациона, они питаются целлюлозой, древесиной. Древесиной, всякими такими растительными остатками, которых в тропиках очень много, но, тем не менее, за ними надо ходить, и ходят они так. Если кто-то был на всяких югах, кто-то, может быть, видел предметы, там деревья, часто мебель, очень часто балконные перила, которые идут от земли, какой-нибудь там на крыльце стоит, какая-нибудь балясина, и по этой балясине идет такая вот, ну, как венка такая, такой вот, как будто бы стебель плюща, и если вы его тычете, то оказывается, что очень тоненькая такая вот, как бумага, только коричневого цвета, и под ней пространство, ну, миллиметра три, наверное. Это галереи термитов. Когда они куда-то идут, есть очередное древесину, они надстраивают над собой эту галерею, и вот это такой вот у них подземный, ну, как не подземный, а экранированный затененный ход, и они с помощью этих ходов могут куда угодно прийти. Ходят они, да, ну, не только за древесиной, а, например, в Центральной Америке есть такая проблема, что там очень трудно, ну, в сельских, по крайней мере, регионах, очень трудно найти, например, книжку старше 50 лет, потому что их все зачитали термиты. Они приходят и съедают все-все-все. Ну, как бы дома, мебель, к этому уже жители Южной Америки привыкли, потому что это просто строят новые, или вот теперь используют пластик, или там специальные пропитки, а книга абсолютно беззащитная, и поэтому там как-то вот вступает природа в противоречие с культурой. Вот. И что? А, да, трофолаксис. Если муравьи кормят друг друга через рот, то термиты кормят друг друга. То есть весь термитник – это один большой коллективный желудок. И все потому, что они питаются древесиной, а нет животных, которые могли бы переваривать древесину, целлюлозу без помощи своих маленьких помощников. И кто у них маленькие помощники? Вопрос к маленьким помощникам. Совершенно верно. Да, бактерии. У них есть бактерии-симбионты, которые все это дело переваривают. Притом бактерии-симбионты есть только у рабочих термитов. И поэтому термиты рабочие едят это все и выдают с другой стороны. И вот этим уже питается и молодь, и королевская чета. И это как-то очень мило, потому что в социуме людей происходит как-то обычно наоборот. А у них вот… То есть изначально изобретатели эосоциальности подразумевали, что пометом подданных должны питаться правящие, не правящие, а главные. А мы потом как-то упустили этот момент. Вот. И переходим к ребятам, которые к нам поближе, к млекопитающим. Кто узнал? Слушайте, кто видел в Москве голых землекопов? Они у нас есть в одном из институтов? Да, я вас предупредила. Если вы когда-нибудь вдруг увидите в Москве голого землекопа, то вы уже знаете, что они тут есть. Так, секундочку. Так, слушайте, а как не такую горячую воду? Я прям по звуку слышу, что это кипяток. Так. Пока остывает вода. Голые землекопы – единственный официальный представитель эусоциального общества среди млекопитающих. Они действительно очень многие черты воспроизвели, не переняли, нет. Мы никоим образом не родственники ни с муравьями, ни с термитами. Мы разошлись с полмиллиарда примерно, чуть меньше назад. Еще вот где-то на уровне червей, насекомые, чинистоногие пошли в одну сторону, мы пошли в совершенно другую. И все, что у нас возникает общего, это просто совпадение из-за того, что жизнь ставит перед нами какие-то схожие задачи, мы их схожим образом решаем. Какие задачи перед грызуном, которые превратили его в такую штуку? Была нормальная крыса обычная. Какой-то предок грызунов, универсальный грызун, он похож на крыску. Когда крыска начинает выглядеть вот так, это означает, что в ее жизни происходили какие-то удивительные вещи. Индесанты происходили, он живет в, голые землекопы живут в тех еще местах, это Эфиопия, Сомали, сухие саванны, начало пустыни, Восточная Африка. Так себе местечки в плане жизни. Попали они туда не по своей воле, а когда-то расширявшийся ареал их предков просто вытеснил какой-то край своей популяции, вот туда, где уже жить-то, в общем, невозможно, но жить все равно хочется, и постепенно голые землекопы как-то пристрадались, претерпелись, научились во всем этом жить, и получилось у них очень-очень круто. Сейчас, собственно, в Москве они живут, потому что ученые ставят на вот эту лошадку очень большие ставки. Голый землекоп — единственное млекопитающее с пренебрежимым старением. Это такая очень классная штука. Ну, то есть как бы все мы смертны, все мы умрем, но не в этом драма, а в том, что мы перед тем, как это сделать, естественным образом, мы как-то сильно портимся. И если ты живешь, например, долго, например, 90 лет, то то, как ты выглядел в 20, и то, как ты выглядишь в 80, это два немножко разных человека. Сколько лет вот этому землекопу, трудно сказать. Они живут, во-первых, до 35 лет, что для крыс такого размера — это невероятно долго. Это как для нас, что-то мы пересчитывали, не помню, сколько, 500, что-то, не помню. Ну, как-то очень много, столько людей не живут. А у этих получается, и они совершенно не меняются при этом. Пренебрежимое старение — это как раз, когда у тебя вся твоя жизнь, она, ну, ты просто входишь какой-то, ты сначала был ребенком, то есть у них самый такой опасный возраст — это пока ты дитё. Вообще, в принципе, в живой природе детство — это самый неприятный период, он должен как можно быстрее проскочить. Если голый землекоп его проскочил, то дальше он десятилетиями живёт в таком модусе, и всё у него очень хорошо. Но некоторые землекопы отличаются от других землекопов, потому что общество, оно подразумевает специализацию, полиэтизм, полиморфизм. И колония землекопов состоит из рабочих особей, вот, например, вот эта вот она или он, неважно, и королевы — единственной самки, которая размножается. Выглядит она вот так. Это, в общем, да, это такой 2009-2019 челлендж. Ну, нет, это мы бы сказали, господи, надо же было так себя запустить. А это, на самом деле, портрет женщины, у которой всё получилось. Потому что, в отличие от муравьёв и термитов, у которых, у термитов вообще все ходы записаны, там у них, ты кем родился, тем и будешь. У муравьёв это, ну, немножко обсуждается, у них там есть какая-то внутренняя иерархия малых группах, в общем, какие-то есть минимальные подвижки, но, в принципе, тоже всё предопределено. У голых землекопов там всё в какие-то моменты обсуждается, в общем-то, шанс стать королевой есть у всех. И должность, которая завоевывается в боях с другими самками, и они грызутся, и одна из них побеждает всех, и все остальные говорят, хорошо, ты будешь размножаться, а мы будем работать. И она начинает размножаться. Во-первых, она очень увеличивается в размерах. Она действительно похожа на королев муравьёв и термитов. Чем более она такая опытная королева, тем она больше и больше. У неё увеличивается расстояние между позвонками. То есть у неё буквально она превращается в большую сосиску. Ведь до пяти, по-моему, у неё помётов в год, четыре, пять, и за всю свою королевскую жизнь, а вот она как раз там выходит за тридцатник, у неё может быть до семисот детёнышей. Это очень-очень... Ну как бы муравьи бы сказали, конечно, ха, термиты тоже там сказали, а для нас, млекопитающих, это невероятно. Когда у тебя семьсот детей, при том, ты не отец, а мать. Отцы при этом тоже есть. У неё, как у всякой нормальной такой вот императрицы, у неё есть свои фавориты. Пара один-два приближённых к ней самцов, которые с ней спариваются почти каждый день. И вот самцы как раз живут очень мало, гораздо меньше, чем рабочие особи. Непонятно почему, то ли у них какая-то стресс... Ну, в общем, сгорают на работе. И осанка живёт очень хорошо и долго. А вся остальная колония, она... Ну, вот этим вот занимается. Они ходят... Это рабочая осанка, которая занимается детьми королевы. Королева только плодится, детей сама не выращивает. Для этого специальные няньки. И в данный момент, видимо, нянька слизывает фекалии. То есть, видимо, малыш, мы покакали, и надо это всё убрать, потому что внутри гнезда всё происходит под землёй. Конечно же, не помню, сказала или нет. Должна быть чистота? А? Кормят фуражиры. Точно так же, как и... Ещё раз. Хороший вопрос. Нет, молоком кормят королевы, конечно же. Да, да, разумеется. О, спасибо, это очень ценное дополнение. Да. Как только заканчивается период молочного вскармливания, вот тут вот как раз это всё переходит к мамкам-нянькам. Вот. Чем кормят, собственно, королеву, которая должна, а, плодиться, б, на первых порах будущим млекопитающим кормить своих отпрысков. Есть каста фуражеров. Они ходят, выгрызают, дело происходит в пустыне, мало чего растёт, и поэтому у землекопов есть такое тоже... Ну, у них не сельское хозяйство, но, в общем, некоторые задатки рационального природопользования есть. Корневища, которые накапливают воду, и землекопы выгрызают из них фрагменты, потеря которых совместима с жизнью этих корневищ. То есть они вот как у свиньи, там, одну ногу отпилить, а остальное бегает. Ну, только что и разница, что корневища потом дорастает. То есть вот у них есть какая-то грядка, они выгрызают, едят это всё, и линец. Нет, подождите, нет, 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 нет. Они скормлюют эту всю королеву как раз, да. Вот она у них там первое приёмное звено. Я читала разные данные, поэтому здесь некоторая путаница, нужно будет уточнить и посмотреть, каких данных больше. По одним, у землекопов тоже есть симбиотическая флора, притом у рабочих, и поэтому они всё это едят и выкакивают, и кормят этим королеву. И потомство тоже уже подросшее, потому что это уже пережёвано, частично расщеплено, в общем, это жевать не надо, всё как-то вот уже легко усвояемо. А по другим данным, наоборот, они кормят свежатинкой королеву, королева всё это съедает, и экскрементами, экскременты её величито уже подъедают её подданные, и получают с этим не только питательные вещества, но и такую коварную штуку, как порции гормона эстрадиола. Это гормон, который действует на всех остальных землекопов, как бром на солдат, и они полностью теряют всякий интерес к противоположному полу и оставляют только интерес к работе, выращиванию детишек и защите, собственно, своей колонии. Как они защищают колонию? У них есть фуражеры, которые ходят в фуражат, есть няньки, и есть такая прекрасная совершенно каста. Они как бы солдаты, называется. На большую часть времени солдаты спят. Это совершенно тот самый случай, когда вдруг война, а я не спамши. Это крупные такие мордатые особи, и пока у колонии всё хорошо, они просто где-то дрыхнут и экономят силы на случай чего. А если случается чего, обычно это змеи, у землекопов мало врагов, но змеи им как-то доставляют неприятности, змеи заходят в норки и начинают как-то пытаться их съесть. И вот этот момент. Землекопы будят своего солдата и говорят, «Ерёма, иди!» Ерём просыпается и идёт биться со змеёй. Ну и заканчивается… Ну, наверное, у него мало шансов победить змею. А? Зависит. Сколько разбудить, сколько змеи пришло. Ну, не, ну, землекопы, они, в общем, не дураки. Понимают, что либо будить всех, либо хватит одного Ерёма, он тот тоже, тем более, совсем засиделся. Вот так или иначе. Ну, либо просто змея съедает этого Ерёма и уползает довольная. И, ну и всё, а может так к змее не прийти, и тогда он проживёт нормальную такую… А? В любом случае пригодится. Да, 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 да. Это… Да, это всегда есть такой вот какой-то вот кадровый-кадровый такой резерв, который, надо в случае чего, даже не знаю, можно это назвать пушечным мясом, то есть нет, это вот контрактная армия, да. Вот, и… Ну и вообще, вообще да, а больше, особенно, кроме этого, землекопов никто не досаждает, и вообще они из-за того, что они живут постоянно в темноте. Сверху палящее солнце, пустыня ужасно-ужасно. А внизу у них норы, ходы, всякие помещения, вот, хозяйство. Единственное, что там очень мало воздуха и очень много углекислоты, потому что вся эта туса там дышит, и углекислота, смешиваясь с влагой, которая там всё-таки есть, испаряется из землекопов, она образует осаждающуюся на стенах угольную кислоту. И землекопы живут в низком содержании кислорода, у них там что-то 15, не помню сколько, ну, как-то маловато у них кислорода, скопает кислота сверху на их голую кожицу, и всё это не доставляет им никаких неприятностей. У них фантастическая регенерация. Да, их можно там прижигать бычками, они на них всё быстро затягиваются. Их, они устойчивы к кислоте, они могут жить при низком содержании кислорода. Они, ну, я теперь же не могу сказать, что они совсем не болеют раком. У нас, кто видел наш выпуск «Всё, как у зверей про голых землекопов»? Вот, там я ещё, значит, гордо рапортовала, что это единственное млекопитающее, которое не болеет раком никогда, ни при каких условиях, ни в коем случае. Потом прошло два года, и мне завалили почту доброй новостью, а вы знаете, что у землекопов теперь тоже есть рак, бесчеловечные учёные такие добили, то есть создали какие-то уж такие условия, что злокачественные опухоли у них всё-таки полезли. И, в общем, мы сказали «Ага!». Ну и теперь уже исходим из того, что да, это в принципе возможно, но у них есть что-то такое, с помощью чего они чинят все поломки в своём организме настолько быстро, вот на молекулярном уровне, что у них просто не успевают развиваться какие-то патологические процессы. В общем, они невероятно крутые, и они очень хорошо показывают один из главных принципов эволюции вообще. Всё, что у нас есть крутого, все наши достижения, все наши уникальные, удивительные свойства, которыми мы гордимся, все они появились у нас не от хорошей жизни. Эволюция начинает происходить эффективно, быстро, приводит к созданию новых форм, часть из которых там захватывают, если не весь мир, кто, по крайней мере, безжизненной части Эфиопии и Сомали, именно из-за того, что условия настолько невыносимые, что отбор начинает работать очень-очень эффективно, очень быстро, и очень быстро прокачивает себя из состояния обычной крысы в состоянии супер-крысы, на которую теперь всё человечество смотрит и надеется. Вот, подойдём к человечеству поближе. Примерно в то же самое время, когда под землёй... Так, про землекопов ты всё сказала же, да? Про коммунизм. Про эстрадиол сказала, да, что самка полностью контролирует размножение. Да, ну и, собственно, когда самка всё-таки свои там 35 лет отпилив, наконец, отправляется в мир иной и, соответственно, перестаёт какать волшебным эстрадиолом, то постепенно вот это вот передавливающее действие гормонов внешних, оно отпускает всю колонию, и они такие... Ну, представьте, какой-нибудь там... не какой-нибудь коллектив, который всю жизнь работали, 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 и тут вдруг что-то произошло, и они видят, что, господи, мы же все мужчины и женщины, да, все такие прекрасные. Вот. И мужчины просто начинают очень радоваться, что, господи, сколько тёток-то вообще, и как я этого раньше не замечал, а тётки начинают драться между собой лютым боем для того, чтобы стать выяснить, кто из них будет следующей королевой, ну и будет следующей королева, и всё повторится. Вот. В это самое время у них над головами ходят ну такие вот приятные ребята. Это не совсем наши ближайшие родственники. Это мартышковые, собакоголовые обезьяны. Вот это вот конкретно гомодрил. Мне настолько понравилось выражение лица этого прекрасного самца, что я даже не стала его в полный рост давать, ну, собственно, не стала гомодрилу давать в полный рост, но, поверьте, он выглядит как лев. Это такая обезьяна с гигантской гривой, самцы. И... А самки у них, наоборот, маленькие, такие скромненькие, достаточно забитенькие. И... Как вы думаете... Чего вы думаете? Да порасскажу просто, я не буду. Не будем гадать. Это происходит... Всегда большая разница между самцами и самками говорит о том, что жесткий... Так, нет, сейчас найду. Сколько у нас прошло? Слушайте, дайте я минуточку. Я съем маленькую фруктовую постилочку. Я забыла, что у меня через примерно 40 минут... А сейчас сколько лекций прошло? У меня емкость аккумулятора обычно 1 час, либо 40 минут, полтора часа. Да, у меня кончилась глюкоза в мозге, и я начинаю забывать, что хотел говорить. Поэтому сейчас я быстро... Да, если у кого-то есть какие-нибудь... Какие-нибудь тоже конфетки, которые он хотел бы съесть, или какие-нибудь сухофрукты, и тем самым пополнить урин глюкозой, тоже это сделайте. Проверьте почту. Выложите в Инстаграм. Где эти постилки, когда они так нужны? И заодно запомните главное правило всякой успешной лекции. Старайтесь съесть столь, перед ней столько и такого, чтобы глюкоза в мозге не закончилась раньше, чем эта лекция, потому что иначе у вас будет такой блэкаут посередине, и... Ну вот, придется говорить потом с набитым ртом, но зато, по крайней мере, я буду говорить более-менее осмысленные вещи. Так. Гамадрилы. Это самые пустынные из всей вот этой группы павианов. Павианы живут большими группами в саланне, и немножко различаются их виды по тому месту салана, в котором они обитают. Вот гамадрилы конкретно живут там, где очень сухо, еды мало, опасностей много, и поэтому они образуют коллектив, который считают, что наиболее похож на человеческое сообщество, но не на всякое, а так называемые карцерные культуры, ограниченные какие-то культуры. Вот наподобие, например, сообщества в тюрьме, там как небольшая комната, где они сидят все, там складывается коллектив, и вот коллектив этот очень похож на то, что образуется между гамадрилами. Они, у них очень жесткий, авторитарный способ управления всей вот этой вот группой. У них есть четко выраженный лидер, обычно есть, не всегда, бывает там по паре, два, три самца, бывает, сколачивается, небольшая клика, которые гнобят всех подчиненных самцов, узурпируют всех доступных рецепрогных самок и рецептивных конфетка, быстрее включайся, пока я не успела перепутать еще пару каких-нибудь слов. Вот, самок узурпируют. Но при этом они не достигают вот этой вот способности образовывать альянсы, которые есть, например, у наших действительно ближайших родственников шимпанзе. То есть они похожи на примитивные человеческие коллективы, как то карцерная культура, либо как читали Повелителя мух неприятная ситуация, когда подростки, дети, будущие подростки, оказываются на замкнутом пространстве, и у них нет взрослых, которые объяснили бы им, как вообще надо. И начинают происходить чудовищные совершенно вещи, ужасные и неприятные. Вот, собственно, так примерно и у гамадрилов. Ну, на самом деле, не совсем так, но многие приматологи описывают отношения в их группах как война всех против всех. Они не могут, ну, то есть есть выраженный альфа, но для того, чтобы оставаться выраженным альфой, ему нужно постоянно сидеть такой на пороховой бочке и ждать, что любой из его маломальских таких агрессивных подчиненных может его сковырнуть, если он объединится особенно с другими. Они стараются сколачивать какие-то альянсы, чтобы удерживать власть. Это не очень получается, потому что они все подозревают всех и, в общем, как-то так вот не очень эта атмосфера как-то нездоровая среди пустынных гамадрилов, за исключением тех случаев, когда к ним приходит внешний враг. Внешних врагов там много, там есть леопарды, там есть львы, там много кто хочет поесть обезьянку и вот в этот момент становится понятно, ради чего вообще все вот это вот безобразие они терпят. Павианы, их группа невероятно эффективна как единицы, которые дают отпор. Они немедленно выстраиваются, у них четко есть совершенно боевое построение, вот самые молодые, тестостероном заряженные, агрессивные, но еще пока что не очень ценные до общества самцы, они вот идут вперед, они бросаются на леопарда, у них гигантские на самом деле клыки, и леопард, когда все это видит, он может конечно стащить какого-нибудь бабуина, когда тот зазевался или как-нибудь, но когда на него идет группа, леопард уходит, потому что у него почти нет никаких шансов. и в этот момент как раз у них тоже есть альтруизм, то есть самцы могут рисковать жизнью, защищая детенышей, самки всегда находятся внутри вот этого охраняемого круга, то есть в этот момент павианы прям очень крутые, но стоит внешнему врагу уйти, все тут же расслабляются и начинается уже привычный до этого бардак. Вот, и но так бывает не всегда. Это вот самый такой радикальный, вот, да, чем еще что-то хотел сказать, принцип строгости, ну, откуда берутся тирании и откуда берутся такие более-менее либеральные общества. В природе это зависит в том числе и от количества ресурсов. Когда вы живете в такой вот пустыне и у вас ничего нету, воды мало, опасностей много, все очень жестко, то и общественный строй у вас тоже будет очень жестким и авторитарным, диктатурным, и все это будет очень не походить на какие-то вот либеральные ценности. Но по мере того, как вы продвигаетесь, вернее, как, ну, то есть, если ваше обитание происходит в каких-то более приятных местах, то там у вас, соответственно, и общественный строй тоже будет другой. Вот, вот этот вот пиано-анубисы. Это уже другой вид. Они изначально не такие, ну, менее как бы врожденно-агрессивные, и это очень хорошо видно, что это два самца. Самки у них, ну, самки у них все-таки еще поменьше и посубтильнее, но, в принципе, уже видно, что нет вот этой устрашающей гривы, как у гамадрила. И самое поразительное, что здесь один самец вычесывает другого. И вообще-то такого в военном государстве павианов обычно не бывает. Но есть такие штуки. Кто читал Роберта Сапольски? Кто вообще знает приматолога Роберта Сапольски? Моя вам, вот прямо вот моя душевнейшая рекомендация найти его книжку «Записки примата», а также «Биология добра и зла». Ну ладно, начнем с записок примата. Это нейролог, нейробиолог, приматолог. У него совершенно замечательные лекции, а пишет он, пожалуй, еще лучше, чем читает лекции. И книжка «Записки примата» великолепная. И вот он там рассказывает, как он в течение долгих-долгих лет наблюдал за стаей анубисов в Кении. Ну и были нормальные анубисы. Там была какая-то правящая клика, она била, притесняла всех остальных. Были какие-то претенденты занятия их места. Ну, в общем, какие-то постоянно в общем-то территории этого нацпарка, где они жили, построили лодж для, соответственно, туристов. И при лодже был ресторан, а при ресторане была помоечка. И павианы, которые до этого нормально ходили по пустыне, собирали там вот эти свои какие-то павиановую еду, они бывает охотятся, там, если кого-нибудь поймают, то они мясо съедят, это, в общем, как-то очень хорошо. В общем, они едят все-все-все и все. Кто, опять же, смотрел все как у зверей, тот наверняка видел эпизод, который мы вставляли уже куда только не, как один Анубис-одиночка ограбил наш джип, на котором мы ездили, и украл наш обед. То есть там была такая прям очень хорошая, просто найдите, посмотрите. Да, 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 да. Нас уже периодически спрашивают, вы его простите когда-нибудь? Ну, нет, тогда мы на него были обижены, потому что мы остались без манго. А теперь мы уже просто гордимся им, потому что это была такая операция, он так нас ограбил. О, просто красота. Вот. И вот эти вот павианы, павианы, да, то есть они где-то промышляют своей павиановой едой, и тут открывается неограниченный источник пищи, при том очень локализованный. Вот эта вот помойка, и туда каждый день выкидывают много всякой еды, а белых туристов в кенийских лоджах кормят, я скажу, как на убой, конечно. И поэтому паханы из этой группы немедленно не просто открыли для себя волшебный мир помойки, а узурпировали ее и начали отъедаться вот на этом всем. Они не пускали низкоранглых самцов, не пускали самок, не пускали детенышей, они просто сидели и такие, вот, жаль. Ну, некрасивая очень ситуация. Сапульский смотрел на все это, понимал, что дело добром не кончится, брал у них анализы, ну, по анализам там тестостерона было вроде как нормально все. А, у них, да, у них начался метаболический синдром, они начали жиреть, у них начал разлаживаться метаболизм, то есть как-то все, вот, то есть сидели такие жирные, наглые братва на этой помойке, и тут в помойку выкинули зараженное туберкулезом коровье мясо. Ну, кишки какие-то там была какая-то сложная взяточная история, в общем, там как-то закрыли глаза, и кишки от больных коров оказывались на помойке, были немедленно съедены павианами, потому что павианы любят мясо. Вот, и туберкулез у приматов развивается не как у нас, там можно годами чахнуть постепенно, и еще непонятно, чем закончится, а у них это прямо стремительно, в течение нескольких недель все вот эти вот павианы, которые сидели на помойке, они все померли. А поскольку молодых самцов и самок к этому не пускали, то молодые самцы и самки остались такие, ну и классно. То есть потом, когда прикрыли эту лавочку, выяснилось, что мясо заражено, и в общем, это все закрылось, но было уже поздно, этих наглых самых паханут больше не было. Вот, и дальше произошла удивительная вещь. Низкоранговые самцы, которым никогда ничего не светило, они бы всю жизнь там, они, может, и не размножились бы даже никогда, там сидели бы на задворках, смотрели на все это, периодически получали по шапке от вышестоящих, и тут они обнаруживают, что они единственные мужчины в деревне. И более того, у них больше нет дефицита самок. Там на каждого из них приходится несколько самок, и поэтому за самок драться не надо, а борьба за самок, за репродуктивные ресурсы, это самый просто, самый богатый источник агрессии. Им не надо низкого бороться, то есть самки очень хорошо к ним относятся, потому что их мало, и потому что они добрые, потому что они не стреляют этих самок, они не обижают, они вычесывают их детеныша, они вычесывают самок, господи, они такие котики, конечно же да, давайте с вами размножаться. И они начали не только размножаться с ними, но и ввели вот такой вот способ координации действия, управления в культуру в этой группе, потому что на самом деле у приматов, даже не человекообразных, а просто близких к человекообразным, просто достаточно хорошо организованных, у них есть культура, есть некие навыки, обычаи, которые передаются не по наследству, а с помощью социального обучения. Павианы, они матрилокальны, то есть молодые самки остаются в своей группе, а самцы в какой-то момент, у них есть какой-то, когда наступает охота к перемене мест, они встают и начинают просто не то, чтобы там встал, собрал узелок и пошел, они просто начинают ходить, знакомиться с соседями группами, то есть можно прийти, у вас что, хорошо, и уйти обратно, потом прийти, да, слушайте, я вот вчера приходил, и вы уже подольше, подольше, и в какой-то момент они переселяются вот в эту вот новую группу, и обычно вот эти вот самцы, которые тоже расселяются молодые, соответственно, низкоранговые, и они уходят в общем-то от пинков и побоев в своей родной группе, и приходят к пинкам и побоев в новую, потому что ты никто, звать тебя никак, и самки в лучшем случае начнут обращать на тебя внимание через что-то там месяца какие-то прям проходили, то есть на первое время он должен был как послушник где-то сидеть там, вот, а тут они приходят в эту группу, а самки такие, здравствуйте, мы очень любим и уважаем в нашем обществе низкоранговых самцов, они очень добрые, заботливые, неагрессивные, проходить, располагать, и до тесного контакта с самкой этой группы у пришлого самца это время занимало экспозиция дня три, это невероятно мало, вот, они, конечно, радостно оставались здесь и усваивали способ управления вот этой группой, то есть у вас тут все демократично, да, 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 мы тоже, ау, 15 минут осталось, ой, господи, так, окей, извините, Павиана, вы прекрасны, вот таким образом выяснилось, что просто кадровая работа и удаление какой-то вот неприятной такой агрессивной клики она может переправить, изменить ситуацию с управлением вообще во всей группе. Так, очень быстро переходим к нашим непосредственным ближайшим родственникам, это карликовые шимпанзе Бонобо и обыкновенные шимпанзе не Бонобо. Еще один миллион лет назад это был один вид, ну вот карликовые, это они, они на самом деле не такие уж карликовые, они такого же роста, просто они такие вот более субтильные, более грацильные, более тоненькие у них, головы побольше и вообще немножко по-человекообразнее. А вот эти вот такие шимпанзе-шимпанзе. А миллион лет назад между ними произошла вот такая история. Эти два вида живут по разным берегам реки Конго. И когда этот вид распался на две половины, на той половине, где остались будущие большие шимпанзе, там же жили гориллы. А гориллы, ну они в принципе мирные или стоянные, но такая огромная зверюга, что ты постоянно вынужден учитывать наличие какого-то большого соседа рядом с собой. И поэтому большие шимпанзе, они всегда росли по таким прессам. У них всегда были такие вот неприятные соседи, против которых надо было объединяться и вообще вот как-то неспокойненько им было. И поэтому они выросли способные к объединению, к альянсам. Они, у них очень сложный, очень сложная социальная жизнь. У них потрясающе интересные битвы за власть. У Франца де Валя, одного великого совершенно голландского приматолога, из книга «Политика у шимпанзе секса властью приматов», написал ее в 82-м году. До сих пор в штатовских политических всяких учебных заведениях ее преподают как образец того, как можно договариваться с людьми и завоевывать властные позиции, не прибегая, как-то не нарушая закона. В общем, как это умеют обезьяны, и очень часто наши политики так не умеют. А шимпанзе очень прокачались, они очень классно объединяются, при этом они очень агрессивные, они ходят на войну с другими группами шимпанзе, то есть мужики собираются, раскачивают друг друга, сплачивают коллектив и приобретают такой вот боевой задор с помощью элитмичного ухания и идут бить соседнюю группу. И в некоторых запущенных случаях, если они встречают какого-нибудь отдельного самца, они просто убивают его, если не своего. Иногда прямо приходят, ну нет, на территорию всей группы не приходят, потому что героев среди шимпанзе нет. Если они знают, что им ничего за это не будет, они, конечно, могут всех разорвать, а так нет. Вот. В общем, крутые звери, они умеют изготавливать оружие, орудия, и люди, приматологи до сих пор, ну собственно, вообще исследователи, не могут договориться, кто из них более наш родственник. Агрессивные шимпанзе либо бонобо, потому что у бонобо не было никаких опасных соседей, поэтому у них все пошло совсем по-другому. Они очень расслабленные, они такие вот очень педоморфные, в том смысле, что они сохранили очень много детских черт. Мы люди сами педоморфы, то есть мы похожи не на наш предковый вид, а на детенышей предкового вида. Если вы посмотрите на детеныша шимпанзе и на детеныша, и на человека, и на взрослого шимпанзе, вы обнаружите, что мы гораздо больше похожи на шимпанзиного детеныша. И вот эта вот фиксация детских черт во взрослом состоянии, я про нее много часто рассказываю, сейчас не буду останавливаться, она называется нелтынией, и она тоже свойственна бонобо, вот именно мирной, вот этой вот другой группе, другой ветви из-за шимпанзиного ствола. И кроме вот этого мирного нрава они сделали такой интересный финт. Все равно они живут в группе, и поэтому бывают какие-то конфликты, но если шимпанзе конфликты разрешают очень жестким таким воздействием, то бонобо в любой непонятной ситуации начинает заниматься любовью. И во всех любых конфигурациях половых, возрастных, количественных сексуальная жизнь среднего бонобо гораздо интереснее и разнообразнее сексуальной жизни среднего хомо сапиенс. И это, надо сказать, очень мудрое решение, потому что когда у тебя вспышка агрессии, вспышка какого-то внутригруппового конфликта со своими соплеменниками, твоя эмоциональность зашкаливает, ты не можешь принимать взвешенные решения, ты все равно будешь делать какую-то ерунду. Но лучше ты будешь заниматься любовью и делать ерунду, это ничего не изменит, но это гораздо приятнее, чем ты будешь бить друг другу морду и рвать на части. Это тоже ничего не изменит, но будет гораздо более неприятно. Вот. И ученые, в общем, решили, так и не договорились, кто из них ближе, решили, что, наверное, какая-то конга протекает и внутри всего человечества, и часть из нас больше похожа на шимпанзе, а часть больше на бонобо, и даже внутри, наверное, отдельно взятого человека протекает какая-то конга, и периодически мы ведем себя как шимпанзе, а периодически как любвеобильный Майкл Аффн, этого бонобо, в общем, и это вопрос о том, какое общество формируется в зависимости от условий. Видите, ввели конкуренты, и все сразу немножко по-другому пошло. У бонобо, кстати, тоже очень интересный момент. Они вообще, да, они очень расслаблены, у них даже, ну, их отношения, это даже не промискуетет, а пансексуализм. То есть все, все очень нравятся всем, у самок тоже скрытая эволюция, как у людей, и, в общем, как-то секса в их жизни очень-очень много, и никто никого не ревнует, всем очень нормально. И они вот существуют в таком каком-то распределенном состоянии на своем берегу Конго, но когда случаются неурожайные годы или еще какая-нибудь погодная неувязка, они группируются обратно в группу и создают какое-то подобие иерархии. Им все равно будет у них главная самка или главный самец, чаще бывают самки, потому что, ну, они матери, а бонобо, как вечные дети, они как-то ориентированы слушать матерей, вот, и, ну, а потом жизнь налаживается, и они опять расходятся, и социальная структура перестает им быть так уж нужна. Ну да, вот они тут как раз очень похожи. Вот это вот карликовый бонобо, весь совершенно человекообразный, их называют самоодомашнившиеся обезьяны, точно так же, как про людей говорят, что мы самоодомашнившийся вид. Мы отказались от лишней агрессии в пользу каких-то более миролюбивых паттернов, сотрудничества без привлечения. Ну, мы любим, конечно, когда у нас есть внешний враг, это нас очень объединяет, но, в принципе, если внешнего врага нет, то мы как-то можем и так дружить. Вот, переходим уже. Да, простите, ребята племени Яна Мова, которых сфотографировал Саша Фёдоров в Амазонии два года назад, когда они там жили. Из цензурных соображений мы не показываем, как у вас там под, но вы можете зайти в интернет, набрать проект Амазонии и там посмотреть изумительные фотографии без всякой цензуры. Переходим, собственно, к человеческому обществу. В данный момент, опять же, очень коротко, времени совсем нет, в данный момент мы выделяем три главных типа общества. Всё началось с общества первобытных охотников и собирателей, и часть из них до сегодняшних дней дошла примерно в таком же состоянии, только вот единственное, что разжились... Это ружья у них или... Нет, не ружья, конечно, нет. Хорошо, что у них нет ружей, потому что это очень агрессивные ребята и у них очень высокий процент насильственной смерти между соседними группами. В общем, там такой, там кровь льётся, как в палеолите. Этот тип общества называется сегментарный. Это когда маленькие группы, то есть каждое племя занимает какую-то свою территорию, и вот они раскиданы по границе между ними из густого, очень непроходимого тропического леса, и вот эти вот маленькие группки, они между собой как-то взаимодействуют. Иногда более-менее мирно, иногда не очень мирно. Ну, так или иначе, мы привыкли думать, что если у вас есть племя, то в нём обязательно должен быть вождь. На самом деле нет. У многих индейцев, которые всё ещё живут первобытно, у них, ну, как бы вожди в их группах есть. Но само первобытное общество, оно эгалитарно, оно склонно к равенству. И к равенству социальному, там, главный, неглавный, и к равенству полов. Мужчина, женщина не очень важно. то есть, как бы женщины, поскольку всё-таки заняты детьми больше, поэтому они больше предоставляют мужчинам возможность заниматься какими-то там общественными делами, но так или иначе общественный вес у обоих полов одинаковый. Но, тем не менее, вожди действительно есть, и это как раз те самые люди, задача которых, во-первых, решать какие-то спорные вопросы там, один другого обидел, кто виноват, кого наказывать. Во-вторых, если какой-нибудь там, ну, если голод, если нет еды, если какие-то ещё проблемы, именно вождь должен решать, что делать. Если нечего есть, то вождь должен просто взять копьё и пойти и убить поесть. А если он этого не сделал, все ему говорят, что, господи, да какой ты вождь. И очень часто, на самом деле, то есть, это реально работа. И очень часто люди, которые, в принципе, были бы хорошими вождями, они не становятся ими, потому что им это не надо, потому что бенефиты, которые дают положение вождя, они не перевешивают такую грузоответственность, которая на тебя наваливается. То есть, он может завести, конечно, тебе побольше жён, но радости с этого не факт, что получит. Это сегментарное общество, самое такое простое. И тут ещё важный момент. Мы вид, сформировавшийся в условиях очень высокой внутригрупповой кооперации и межгрупповой конкуренции. Мы проскочили сейчас момент вообще формирования вида хомо сапиенс как вида, когда наши более успешные не предки, а соседи предков вытеснили из сокращающихся джунглей в нарастающие саванны, точно так же, как землекопов когда-то вытолкнули на неприятную периферию ареала. Точно так же наших предков тоже выгнали из леса, потому что лес сокращался, саванна расширялась, и нам сказали, неудачники, идите, живите туда. В саванне жить было тоже нормально, но на самом деле там была проблема, там было много еды, но было очень много опасностей. И поэтому, когда мы посмотрели на... Естественно, понимаем, что это все очень условно, если наши предки посмотрели. Нет, наши предки не посмотрели. Просто те из наших предков, которые как-то жили в те времена, они столкнулись с тем, что ниша агрессивного примата, который, военное государство, все там страшная сила и все такое, она уже занята даже не современными павианами, а павианами-геладами. А гелады... Сейчас остался только один вид, они вегетарианцы, но еще очень тоже круто выглядят, но те доисторические гелады, которые сделали нас людьми, это были адские твари совершенно. Он был лев. Это был настоящий лев, только обезьяна с гигантскими, саблезубыми клыками. Они даже не столько охотились, они были очень агрессивны внутри себя, и вот эти клыки им нужны были игривы, они нужны были не для защиты от внешнего врага, а для демонстрации силы внутри своей группы. И, в общем, там были как современные павианы, только еще хуже. И люди поняли, что да, здесь уже ничего не светит, эти уже слишком крутые, и сделали ставку на другую форму, на мирное сотрудничество, сосуществование в малых группах, на ориентацию на образование моногамных отношений. Мы не говорим о том, что вот тогда прям вышли в Саванну и такие, ну все, теперь женимся и живем по парам. Нет, но тенденция к тому же, главные отношения были все-таки парными, она примерно тогда появилась, и появилась удивительная групповая форма, как взаимодействие союз нескольких семей. И вот из союза нескольких семей получалась группа, а мы, мы, конечно, любим думать, что мы такие великие охотники, но на самом деле мы были конкурентами гиена, мы были падальщики очень крутые. И когда кто-нибудь кого-нибудь там убивал или кто-нибудь умирал в Саванне, мы туда со всех ног бежали, и нужно было отогнать гиен, для этого нам нужны были палки и вообще какой-то координация действия, потому что гиену так просто не отгонишь. А с другой стороны нам нужно было отогнать другую группу, которая с другой стороны Саванны в это же самое время бежала к этому падшему буйволу. И с тех пор у нас так и осталось. Вот наши мы должны, вот мы внутри, вот смотрите, например, если бы вот между нами сейчас лежал тут некий падший буйвол, на самом деле достаточно было бы очень простых риторических приемов для того, чтобы настроить где-то внутри вас друг против друга. И вы немедленно бы где-то внутри себя согласились с тем, что ну да, мы это вот мы, а они это они. И у вас начались бы какие-то ваши внутренние процессы, которые сплачивают вас внутри вашей группы против другой. И такая наша теперь уже такая биосоциальная прошивка, это отдельная большая тема, мы собственно рассказывали про нее в нашем выпуске «Звериный оскал патриотизма», который наверняка кто-нибудь довидел. Вот. Короче, внутри групповая кооперация и межвидовая конкуренция. Это важная такая штука. Следующий уровень развития общества. Простите, я не могу не поставить эту фотографию. Эти люди не имеют никакого отношения к сегрегационному обществу, который они как бы представляют традиционное сегрегационное общество, которое устроено как слоеный пирог. Ну, фактически это классовое общество. На самом деле, ну это, если кто не узнал, что происходит, это экспедиция Тёмы Лебедева в Катар в этом ноябре. Оператор Михалис, художник нашей программы Аку-Аку, собственно, Тёма Лебедев и кандидат биологических наук Иван Квасов. Они изображали из себя представителей традиционного сегрегационного общества из очень богатой страны с самым высоким доходом на население. Мила. Я буду таким напоминанием, что время заканчивается. На сколько? Ну, уже прям две минуты. Две минуты. Да. Так, всё, ладно, сегрегационное общество классовое. Тот, кому повезёт очень-очень, успеет задать один вопрос. Понятно. Коротенький. Так что, давайте мы подождём, сейчас Женя завершит лекцию. слушайте, давайте тогда, да, тогда мы просто признаем, что мы не вышли к самой сладкой части нашей лекции, которая будет после, так, короче, это вот классовое сегрегационное общество, которое устроено как слоёный пирог. Самый лучший, на самом деле, пример из современных, наверное, это индийское кастовое общество, когда ты просто рождаешься вот в своей касте, и ты больше никуда не можешь из неё выйти, если, по крайней мере, ты не уехал из Индии, не учишься в Штатах, их-то между кастами почти не работают, это изолированные, замкнутые социумы, формации, вернее, внутри социума, вот, и, наконец, то, в чём мы живём, это индустриальное и постиндустриальное общество, это общество, которое ориентировано на прогресс, на достижение цивилизации, и вот в нём как раз, в этой толпе, она может быть снята в любой совершенно точке земли, где есть более-менее развитые города, и в этой толпе могут быть и деклассированные элементы, подши личности, и премьер-министр этой страны, и учёные, и кто угодно, и все они выглядят достаточно равными. И общество, постиндустриальное и индустриальное, прежде всего, ценят эффективность. То есть, если ты родился, неважно, в какой губернии и у каких родителей, если ты умный, целеустремлённый и нацелен на результат, ты можешь добиться абсолютно чего угодно, вылезти. Конечно, тебе будет очень сложно, у тебя там будут всякие социальные факторы, но, тем не менее, если очень сильно задаться целью, то можно выбраться из любых низов в любые верхи. Миллионеры с трущоб, кстати, наверное, поэтому был такой очень знаковый фильм, потому что его сняли как раз в стране, которая наименее приспособлена, по крайней мере, была традиционно к таким вот резким социальным подъёмам. И как раз, когда общество становится таким вот равным по возможностям, вот тут вот приобретают решающее значение наши внутренние склонности, таланты и способности. И тут мы возвращаемся опять к муравьям, которые, каждый из которых рождался и в процессе своей работы, жизни в группе приобретал специализацию. У муравьёв есть карьерный рост. Они могут начинать с каких-то простых задач, а потом внутри своей группы постепенно наращивать вес авторитет, им будут доверяться более сложные задачи и, в общем, они могут делать настоящую карьеру, уже руководить своей там малой группой. И это зависит от того, от их индивидуальных особенностей. Есть прирождённые тупые муравьи, из которых никогда ничего умного не вырастет и поэтому он там будет бегать и как-то простую работу подай перенеси. Есть очень крутые муравьи, которые становятся разведчиками и прочими. У людей на данном этапе происходит что-то похожее. Мы можем быть совершенно кем угодно в зависимости от своей способности и единственное, что раньше, когда мы были достаточно изолированы, существовали, мы были ограничены в своих контактах. То есть весь муравейник, он связан с феромонами, какими-то своими способами, с муравьиным языком, своими способами образовывать нити и контакты, многие из которых, абсолютное большинство из которых нам пока что не очень известны. А мы всё-таки живём своими какими-то маленькими группами и не распространяемся на весь наш большой муравейник. Но теперь с изобретением интернета вполне возможно в нашей эволюции произойдёт действительно тот самый скачок, который переведёт нас от наших претензий на эосоциальность, на функционирование как единый организм, на специализацию по тем задачам, которые у тебя лучше всего получаются. Мы раньше об этом только мечтали, от каждого по способностям, от каждого по труду, вот это вот, это вот, это всё. Теперь это становится реальностью. Причём мы становимся, ну то есть каждый муравей, вот осы они были большие, самостоятельные, а муравьи, чем круче они, чем более они прогрессивные, тем они мельче, 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 и тем у каждого более индивидуальная задача. Мы становимся всё большими специалистами. Леонардо жил очень давно и никогда больше он не повторится, потому что гении возрождения современной цивилизации ну не нужны, потому что самые настоящие, ну например, Джобс, там Джобс, человек, который изменил мир, да нет, Джобс это фронтмен компании, которая изменила мир, это просто вот вывеска очень большого количества мозгов, связанных едиными задачами, и вот и это действительно сила. И вот с помощью интернета мы вполне можем объединиться в некий такой супермозг, и тогда будут иметь значение факторы, которые мы сегодня не рассмотрим, но слушайте, друзья мои, да, чтобы не не фрустрировать от того, что так мы всё это резко обрываем, канал наш называется «Всё как у зверей», и все эти вопросы мы там выкладываем маленькими 10-минутными выпусками, и из них можно собрать гигантский пазл, который будет про это рассказывать. Женя, спасибо огромное. Давайте поаплодируем, поблагодарим Евгению за всё то, что она нам рассказала и за всё то, что она не успела нам рассказать. Я предлагаю один короткий и такой же короткий ответ кому-нибудь задать. Руки. Ну, вот у нас активно. Вот, да, в нашем, да, современном обществе кто успел, тот и съел. Да, Евгения, огромное вам, огромнейшее просто спасибо, это было очень интересно. У меня вопрос, дважды прозвучал от вас тезис «У эволюции нет цели». Можно услышать вашу точку зрения на это? Эволюция – это самоорганизующийся процесс, то есть это, ну, это как какой-то ближайший какой-то, не то чтобы она… У эгоистичного гена тоже нет цели. Он… Это все устроено так, что если ты выживаешь, ты молодец, кто выжил, тот и прав. Эволюция, естественный отбор, не похож там на фильм категории какой-то… Там не нужно быть героем, там не нужно быть целеустремленным, там не нужно, чтобы у тебя висела какая-то морковка, там нужно просто выжить и размножиться. Если ты выжил и размножился, все, ты крутой. И эволюция твоего вида, твоей ветки, она движется именно туда, вот за тобой, за твоими генами, которые позволили тебе так. Это похоже на растущие узоры морозные на стекло немножко. То есть это огромное разнообразие. Да, да, да. Цели никакой нет, просто идет, 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 идет. Но это история, дискуссия не для этой аудитории, не со мной. Вот, и… Спасибо, Евгений, еще раз. Да, спасибо, друзья мои. Давайте еще раз поблагодарим. Спасибо, друзья мои. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ